Интерес научного исследования состоит в том, что ты понимаешь, что твоя гипотеза, то есть предположение о чем-либо, доказывается объективным образом. У меня был случай, когда мои коллеги, работающие на Кольском полуострове, собрали для меня раковины со сверленными отверстиями. Я их определил по следам, как раковины с намеренным сверлением. И в ближайшее же время обнаружилось, что это следы сверлений, сделанные моллюском по имени, с латинским именем натика. Это хищный моллюск, который сверлит другие моллюски и их выедает. По следам, по микроследам, это чистое сверление. И я был приятно удивлен, потом я собрал образцы этих моллюсков от Шпицбергена до Хонсю, нет, до Хоккайдо. И теперь мы опубликовали несколько статей, чтобы другие люди не обманывались. Второй пример был очень любопытный зуб древней вымершей лошади из внутреннего Дагестана, работы академика Хизре Мирханова. Зуб имел две нарезки с двух, это был резец молодой лошади, молочный зуб, с двумя нарезками с двух боков. Оказалось, что в природе существует такой так называемый ветеринарный термин, клиновидный дефект резца. Овец не выпускают на ковыльные кладбища. И вот здесь, в Ростовской области, когда-то давно нанимали чеченцев, они были очень хорошими пастухами честными, они любили поджигать ковыль, потому что ковыль портит зубы овца, овцы умирают без передних зубов. Просто ковыль и другого ковыльные травы протирают вот эти нарезки. Следы под микроскопом – это точное пиление. В этом нужно знать природу. И если точно доказать, что ты знаешь, что это не природное, то это тоже понятно, что это отрицательный результат для археолога, но, по крайней мере, ты знаешь, что ты больше постиг мир, и ты не ошибся.